Урал – это место встречи Востока и Запада. Мономур – это признание француженки в любви. Вместе с ней мы отправимся в путешествие, где будет много красоты, чудесных приключений, юмора и чуточку сердечных районов. Сочется просто... Давай, давай, спаси, не поздравляй, поздравляй! Заходите, Макмас! Всем привет! С вами проект Урал Мономур. Меня зовут Елена Олещенко, я искусствовед и просто авантюристка. И я путешествую по Урал, а путешествуют со мной вместе парижанка, писательница, журналист Астрид Венгланд. И сегодня мы с вами отправляемся в Кыштым и его окрестности. Полазим по всем пещерам и горам. Елена Олещенко – искусствовед, дизайнер и продюсер модных событий города. Любит Южный Урал и все прекрасное. Любознательно открыта к экспериментам. Астрид Венгланд – французская писательница, автор двух книг о путешествиях. Журналист – ведет колонку о моде в Нью-Йорк Таймс. Иностранка, влюбленная в Южный Урал. Смотрите в этом выпуске. Мы продолжаем знакомство с Кыштымом и его не менее интересными жителями. И иногда, когда приезжаешь из большого города и долгое время там находишься, создается такое ощущение, что ты как будто в слоу-моушен. Очень в таком замедленном. Да, да, да. Ты можешь идти по улице и видеть машину, которая едет рядом с тобой с точно такой же скоростью. Какие люди. Люди не торопятся и в таком ритме живут. Побываем на Каолиновом карьере, который в народе прозвали «Русская Бали». Отдохнем в санатории с почти двухсотлетней историей и отыщем богатство Урала. Астрид, я обещала тебе кофе. А, давно уже. Сейчас его попьем. А еще я хочу тебя познакомить с классными ребятами. Хочешь? Давай. Пойдем. А через трубочку он никакой не проходит. Здравствуйте. Привет. Привет. Здравствуйте. Ну, это мой первый раз в Киштиме. Да? Да. В Киштиме, извините. Да, в Киштиме. Это мой первый раз в Киштиме. Я очень рада, что мы можем познакомиться. И вы знаете, у меня такой вопрос. Когда человек приезжает в первый раз, вот вместе он хочет узнать историю, конечно, города. И немножко познакомиться с людьми. И знать, вот, как они видят мир. Как они отличаются от других людей. И мне было бы очень интересно узнать, как вы развлекаетесь. Короче, вот, когда вы встанете утром, вот, какие у вас планы? Как мы видим мир, мы видим его, наверное, так очень спокойно. У нас так все уютно, по-домашнему. Когда друзья сюда приезжают, они настолько расслабляются, что потом, когда приезжают в большой город, им надо перейти в акклиматизацию, потому что очень сложно. Так мы их прям убаюкиваем здесь. Вот. Развлекаемся. Ну, наверное, мне кажется, развлекаемся. Вот как мы себе придумали развлечение, нет такого, чтобы нас развлекали. Ну, мне кажется, тут мало таких каких-то вот именно, не знаю, площадок, антаркил. Ну, я думаю, что нам это и не интересно. Да, просто мы любим, допустим, отдыхать на природе. Ну, мы здесь, как бы, наверное, для этого и живем. Потому что нас окружает просто куча озер, ну, везде природа. Поэтому мы очень часто на природе. Ну, говорят, что ты такая маленькая Швейцария. И здесь все реально очень как в санатории. Умеренно, спокойно. Здорово. И иногда, когда приезжаешь из большого города и очень долгое время там находишься, создается такое ощущение, что ты как будто в slow motion. Очень в таком взаимодействии. Да, да, да. Ты можешь идти по улице и видеть машину, которая едет рядом с тобой с точно такой же скоростью. Как ты идешь. Люди не торопятся и в таком ритме живут. Ребята, а вы кто кем работает? Расскажите в заводском городе. Я работаю педагогом. Мои друзья, Сережа здесь родился. Да, но сейчас здесь не работают. То есть по роду деятельности здесь не так уж и много работы. То есть по организации мероприятий, по режиссуре. Хотя, может быть, в перспективе это интересно развить здесь, в этом городе. Но пока, так скажем, в администрации нашей это не очень интересно. Но это уже дело десятое. В принципе, город очень перспективный. И показывает практика, что очень многие после обучения в крупных городах, в Екатеринбурге, в Челябинске в том числе, они возвращаются сюда для того, чтобы здесь открыть свой бизнес. Здесь, например, тут очень благодатная площадка для индивидуального предпринимательства. И все получается. И поэтому город не ветшает, поэтому он не пустеет. Если вы обратили внимание, то сейчас достаточное количество строится новых домов. Купают люди квартиры, хотят оставаться в городе. И вот сейчас мы живем в Челябинске. И приезжаем сюда только для того, чтобы отдыхать. И в перспективе каждый год мыслей все больше и больше о том, как так настроить свое дело для того, чтобы вернуться обратно. Аня, а ты чем занимаешься в Каштыме? В Каштыме мне удавалось организовывать, ну как даже не организовывать, а оформлять свадьбы. Занимаюсь декором. Какое красивое дело. Ребята, мы желаем вашему городу процветания, чтобы здесь только ваша бурная энергия поднимала и развивала его. Нам очень понравилось. Спасибо вам. Леночка, ты заметила, что было на табличке написано «Бали». Русский «Бали». Когда мне вот был поворот и было написано «Бали». Вот смотри, вот мне кажется, что вода, она такая же свет. И думаю, зачем тогда надо тратить столько денег, чтобы лететь до «Бали», когда есть такие красивые места рядом с домом. Все ты правильно говоришь. На самом деле, действительно, здесь очень красиво, но купаться здесь нельзя. А знаешь, почему? Потому что это карьер для разработки каолиновых глин. На самом деле, здесь вся таблица Менделеева, и кроме вообще эти вот каолиновые глины, они не очень полезны для здоровья. И это первое. А второе, здесь на самом деле очень много карьеров. И в соседнем карьере, например, находится свалка, и грунтовые воды соединяют, и не очень полезно купаться в таких водах. Но сам карьер прекрасен. Начали его разрабатывать в 1945 году. Разрабатывали долго, до 2009 года. Потом тут сложились сложности экономические. Но зато теперь новая слава русского «Бали» с кучей фотосессий и свадеб. Ну вообще, замечательное кресло. И хочу просто сказать, браво человек, который ее принес сюда. Она очень хорошо сидит такая. Только возможно это в России. Приезжаешь на плащ, и вот кресло такое. Леночка, знаешь что? Когда я вижу столько песка, мне хочется делать вот такой маск везде, в песке. Знаешь, как они делают спа, чтобы твоя кожа была совсем вот... Юной. Ну, чистая, нежная, вот. Я думаю, здесь этого делать не стоит. Да? Иначе, возможно, ты превратишься в лягушку. Нет, ну я жду принца уже. Я для этого приехала на Урале. Да, я уже поняла. Ну, я предлагаю тебе подготовиться и стать прекрасной лягушкой в другом месте. Хочешь? Пошли! Мы так торопились быстрее заселиться и так отдохнуть, что бегом переоделись в костюмы и готовы к принятию медных ванн. А спа где он? Завтра будет с утра тебе спа. А сегодня медные ванны. Бежим купаться? Давай, побегу. Доброе утро. Доброе утро. Начнем новые приключения, новый день? Да. С удовольствием. После такого завтрака трудно идти. Да. Ну, а сейчас будет обещанный мной тебе спа. Ты хочешь как мальчик или как девочка? Ну, как мальчик, конечно. Хардкор? Вообще. Супер плюс. Тогда я пойду нежицу. Это была очень крутая процедура. Мне надо встать, но я не могу. Я сейчас соберусь, и мы пойдем дальше снимать нашу программу. У меня только что был отличный массаж. Я очень себя чувствую как новая женщина. А вы не могли бы нам рассказывать немножко об истории вот это место, в этот санаторий? Вообще, это была горнозаводская дача еще с 1870 года. То есть здесь отдыхали и оздоравливались заводчики демидовские. В демидовские времена. То есть это исторические данные. Затем передали это до матери и ребенка. А уже в военные годы, во время войны, здесь был развернут госпиталь военный. И в течение всего периода военных действий здесь оздоравливались, лечились раненые бойцы. И вот с 2000 года работает медицинское отделение, и за 17 лет мы расширились. В трех корпусах у нас есть медицинские кабинеты, и мы можем оказывать лечебные услуги для отдыхающих, для больных людей и для оздоравливающихся пациентов. А есть еще демидовские предприятия? Это остались только как остатки, руины от демидовских предприятий. Это огнеупорный завод в городе Каштыме, это медиэлектролитный завод, да, конечно, машиностроительный завод. Я почему спрашиваю, потому что хотела знать, есть ли есть еще какие-то демидовские рабочие, которые сюда приезжают? Ну, они вот работают на заводах городских предприятий, вот эти, да? Они в рабочем состоянии. А чем чаще здесь люди болеют? Вот что-то очень распространено, вот проблема, которую надо лечить? На сегодняшний день в основном это, конечно же, повышенное артериальное давление, это отклонение со стороны спины. Вот то, что остеохондрозы, сколиозы у деток, уже начиная даже со школы, потому что рюкзачки тяжелые у детей. И поэтому, конечно же, приходится как профилактику делать массажики на кушеточках, на электромеханомассаж или ручной массаж. Ну, прекрасно. Спасибо большое. Нам нельзя предлагать любые авантюрные приключения, потому что мы на них соглашаемся. И когда нам за обедом сказали, что у них есть экстрим-трасса, мы, конечно же, сюда поперлись. Как тебе, Астрид? Знаешь что? Я, наверное, мисс Джонс, Индиана Джонс, и ты у нас Ларакрофт русская. А теперь мы побежали в конюшню, потому что нам сказали, что там есть кони. Коренным населением этих мест были башкиры. И основным транспортом у них были лошади. Ну и мы, конечно же, не удержались и решили прокатиться на лошадях, как коренное население. Лена, знаешь что? Я хочу тебе показать одно место. Какое-то новое секретное место? Ну, я сегодня там была, и я думаю, что я обязательно... Ну, пока ты гуляла, я нашла очень интересное место, и очень хочу тебе это показать. Пойдем. Смотри, как все блестит. Вау. Она, наверное, самая популярная такая, я ни о чем не жалею. Ни о чем не жалею, ни о чем не жалею. Ни о чем не жалею, ни о чем не жалею. 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 Ни о чем не жалея.